чтобы лучше понять откуда берутся страдания от одиночества и изоляции разберем реакцию людей на экстремальном примере если мы возьмем любого среднестатистического человека не проходившего никакой специальной подготовки и посадим его одного в закрытое помещение обеспечив комфорт лучшую еду все что нужно для выживания в приличных условиях или даже роскошных условиях через некоторое время он начнет страдать сперва психически а потом и физически кто-то раньше кто-то позже в том числе одиночество может сказываться на физическом уровне в виде снижения иммунитета несчастье человека который оставлен наедине с самим собой может достигать критических уровней с течением времени вплоть до сумасшествия и смерти именно поэтому нахождение в одиночной камере является жестоким наказанием но удивительно что монахи добровольно уходят в одиночные затворы на годы и не страдают ни психически более того они счастливы и одиночная келья молчание полная изоляция сказываются на них положительно вот так выглядит затвор в буддизме подобные виды практик самоизоляции есть во многих системах и религиях так в чем же разница между монахом в одиночном затворе и заключенным в одиночной камере в их состоянии ума мотивации и навыках разберемся подробнее первое состояние ума когда человек только начинает выполнять какую-либо психопрактику неважно какой системы религии или по каким методикам он весьма вероятно обнаружит что его он напоминает свалку хаотично мелькающие мысли импульсы чередующиеся состояния это может быть весьма неприятно и даже тяжело просто смотреть на свой ум самом начале практики но по мере продвижения его ум вычищается раскрывает свой положительный потенциал он перестает быть свалкой и напротив становится источником радости наивысшая радость проистекает из ума который свободен от искажений целая вселенная сокрыта в нашем сознании но чтобы увидеть ее необходимо очистить пыль и грязь выправить научиться им управлять поэтому вы либо сидите один на один со своей помойкой ума и страдаете в изоляции либо вы сидите один на один со своим очищенным тренированным умом как с источником безграничной радости вторая мотивация если человек против своей воли оказывается в одиночестве или если он движим страхом зловой то ему будет тяжело а если он не против не сопротивляется одиночеству приветствует его или сам к нему стремился то ему будет легко и хорошо очень часто мотивацию недооценивают рассматривая ее лишь как первоначальный импульс для любого действия но если присмотреться можно увидеть что мотивация это скорее топливо которое используется постоянно в ходе любого процесса третье навыки умение управлять своим состоянием это навык его можно и нужно развивать и это доступно всем нам если навыка управления собой нет если человек не умеет управлять своим вниманием не обладает развитой рефлексией то есть он не понимает что он думает и чувствует и почему он это думает и чувствует а живет в неком мутном облаке естественно его ум будет ему уже тюрьмой лабиринтом в котором легко потеряться в одиночестве этот неуправляемый хаотичный ум начнет вредить человеку но если эти навыки есть и развиты то он станет источником счастья посмотрим что говорил будда об этом не просто наслаждаться одиночеством одиночество расхищает ум того кто не обрел концентрацию кто имеет мутную осознанность и не бдителен с беспокойным умом отшельники которые недоброжелательны и имеют пагубные установки нечистые в поступках мыслях уходят в дикие обители и из-за этого недостатка в них вырастают ужас и страх но это экстремальный пример а как же наша более простая жизнь где мы не монахи в одиночном затворе и не заключенные в одиночной камере да все точно так же просто масштаб меньше экстремальность меньше поэтому чтобы легче переносить любую форму изоляции и одиночества первое выправляем состояние ума делаем его лучше чище яснее всеми возможными способами и тогда нам будет проще находиться наедине с самими собой второе формируем положительную мотивацию устремление третье развиваем навыки мы очень сложные существа многоплановые в наших руках инструменты невероятной силы а наш ум способен на удивительные вещи но без навыков управления собой всеми этими частями они будут действовать хаотично и начнут вредить сами себе да можно конечно предаться унынию в одиночестве если вам это нравится если хотите беспокоиться можете беспокоиться это личный выбор каждого но если хотите можно попробовать и превзойти это найти наивысшую радость просто сидя одному это чудо доступное всем нам если это одиночество изоляции произошли против вашей воли если это вынужденное одиночество то можно поразмышлять над тем что вы не контролируете а мы не контролируем мир и не контролируем других людей это что иногда нам кажется что якобы мы это контролируем это не более чем искаженное восприятие реальности признав этот факт мы начинаем двигаться к его принятию а принятие реальности как она есть приносит невероятное облегчение и освобождение даже простая мысль да это вот так сама по себе очень быстро приносит расслабление приняв тот факт что мы не контролируем почти ничего снаружи не события не других людей мы обретаем большее спокойствие и гармонию с миром мы контролируем лишь наш ум слова и действия и мы можем выбирать свое отношение это не просто жизнь человека вообще не простая мы родились тут и частью этого рождения является множество проблем и сложностей это так как это есть вы не обязаны справляться великолепно вы вообще никому ничего не обязаны вы дышите живы уже достижение но если вы хотите большего вы можете менять себя и вам это подвластно а а